Уважаемые коллеги, мы с вами являемся свидетелями резкого обострения ситуации на юго-востоке Украины, в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. В этой связи хотел бы еще раз вас проинформировать о том, что ровно неделю назад, с четверга на пятницу, на прошлой неделе, мною было направлено письмо президенту Украины. Мы сделали письменное предложение отвести тяжелое вооружение, артиллерию и систему залпового огня на такое расстояние, с которого невозможно было наносить поражение населенным пунктам. Хотел бы вас дополнительно проинформировать о том, что это предложение фактически полностью совпадало с требованием самого официального Киева. Вы знаете, что там есть, пожалуй, один участок спорный, участок линии разъединения противоборствующих сторон. Так вот, нами было предложено, чтобы отвод вооружений в тяжелой технике состоялся по линии, которую сами киевские власти считают справедливой и соответствующей договоренностям в Минске 19 сентября прошлого года. К сожалению, мы не только не получили никакого внятного ответа на наши предложения, но и увидели обратные действия. А именно, киевскими властями был отдан официальный приказ о начале крупномасштабных боевых действий практически по всему периметру соприкосновения противоборствующих сторон. Результат десятки убитых и раненых, причем не только среди военнослужащих с обеих сторон, но что еще трагичнее, погибшие есть и среди мирного населения. Это дети, старики, женщины. Применяется и артиллерия, и система залпового огня, и авиация, причем без разбора, прямо по густонаселенным районам. И все это происходит под аккомпанемент пропагандистских лозунгов, устремлений к миру и под поиск ответственных. Ответственны те, кто отдают такие преступные приказы. Те люди, которые делают это, должны знать, что никакого другого способа решения подобных конфликтов, кроме мирных переговоров и средств политического характера, не существует. Мы часто слышим, в том числе и от сегодняшнего официального Киева, что в этой стране привержены именно таким способом решения вопроса. Однако на практике все происходит совсем иначе. Надеюсь, что здравый смысл, в конце концов, восторжествует. Сейчас спросил бы вас минутой молчания почтить погибших, в том числе и тех людей, которые были в Донецке на остановке общественного транспорта.